МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полимодальный психолог. Что это такое? Мы узнаем прямо сейчас у волшебника и полимодального психолога. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Расскажите, пожалуйста, где учат полимодальным психологам? Что это за наука? Что это такое? Для меня это было новое слово. Полимодальная психология учат в единственной школе в мире. Это школа великого целителя, астролога, эзотерика, писателя, философа, поэта, авесолома подводного, год со дня смерти которого мы отмечали вчера. Это величайший мудрец уровня Конфуция, уровня Будды, абсолютно недооцененный человечеством. Я внимательно читаю его книги и продвигаю его знания. Он изобрел столько всего, что просто глаза на лоб. А есть какие-то у вас документы, подтверждающие, что вы полимодальный психолог? Нет, конечно. Это совершенно новая наука. Обрела она название свое всего несколько лет назад, не более чем пять лет назад. Просто в одной из книг авесолом подводный написал. А вот это мы будем называть полимодальной психологией. А что вы делаете? Вот к вам приходит человек. Что вы с ним делаете? Я задаю вопросы. И все. Вы говорите, вот я читала ваш сайт, готовясь к этой программе, вы говорите, что вы помогаете, лечите от редких болезней, есть даже какие-то результаты. Вы говорите, что вы в 90% случаев помогаете там, где отказались врачи. Как вы это делаете? Я ищу пропущенные модальности в психике человека. Полимодальное, это значит многомодальное. Есть модальности, ну, например, ян, инь. Инь-ян, все знают. Это самая распространенная модальность, диодический архетип. Это архетип, это принцип. Принцип активности мужской и принцип адаптивности женской. Какому-то человеку в какой-то ситуации хочется действовать. И его проблема, может быть, жизненная, связана с тем, что у него не получается действовать. А в другой ситуации ему хочется переживать. И у него жизненный затор. Мы сейчас говорим о психологии, правильно? А если говорить о болезни, какая тут разница действовать и переживать? Так болезни лечатся тем же самым способом. Ну, к примеру, пришел к вам человек с онкозаболеванием. Вы можете его вылечить? Ну, я пробовал. У меня убежало трое онкобольных. Сбежало. Они никто не хотели жить. Много счастливых женщин вы видели? Вот вы идете по улицам города Бранаула. Есть счастливые женщины? Как бы вы оценили? Счастье очень трудно диагностировать, идентифицировать. Что должен иметь на своем лице счастливый человек? Улыбаться, как вы? Наверное, да. Но текущий поток жизни предполагает какую-то погруженность в те программы, которые человек ведет. Например, женщина думает, что купить домой, покушать. И она не будет при этом улыбаться. Она будет сосредоточенно думать. Поэтому выглядеть она не будет как счастливая со стороны. Поэтому очень трудно диагностировать. Не знаю. Хорошо. Вот на мой взгляд, для женщины очень просто определяется счастье. Это определенная гармония в семье. Наверное, простыми вот пятью постулатами. Это определенный достаток. Это состояние душевного равновесия. Это здоровье близких. В первую очередь, детей. И успех своих детей. Правильно? И когда что-то ломается из этих ступенек, то, естественно, состояние счастья и покоя внутреннего разрушается. Есть ли у вас какой-то рецепт, как этот баланс сохранять? Давайте попробуем. На мой взгляд, счастье – это выполнение своей жизненной миссии наилучшим образом. Если душа родилась в формате женщины, в теле женщины, то ей нужно в большей степени отыгрывать женские роли. Она потому и родилась в женском теле. Поэтому подбираем те роли типичные, типовые, женские, которые прокачивают, и которые женщина становится счастливее. Например? Роль жены, роль хозяйки, роль матери – это все разные роли, это разные архетипы, это разные типажи. Сергей, вот вы говорите, что вы мгновенно моделируете исполнение желания за один сеанс. Так? Такое бывает часто, но не каждый же раз. Ну, например, хорошо, вот я хочу жить на море. Кто это сказал внутри вас? Я хочу жить на море. А я – это кто? А я кто? Я сейчас говорю. А я кто? То есть я кто? Ну, если вас перевести, например, в Испанию, то ваше «я» будет утрачено, потому что «я» по-испански будет уже. А «я» они имеют в виду, произнося слово «йо» или «джо». А при чем здесь Испания? Ну, потому что «я» ваше очень легко утратить. Какое «я»? Совершенно непонятно, какое «я» говорит со мной. То есть на море мне не жить? Это нельзя сказать, надо покопаться у вас в психике и посмотреть, что за «я» мне заявило, хочу жить на море. Возможно, на испанском, да? Как угодно. Именно в том суть моих техник и заключается, что я работаю с внутренним «я». Вот вы говорите, столько лет вы изучаете, в том числе и эту науку. Чего хочет женщина? Женщина хочет чаще всего то же самое, что и мужчина. Быть в потоке, чтобы как-то жить и вот чтобы что-то было, 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 но головы не поднимать. Человек... Вы считаете, это истинное желание женщины быть в потоке? Истинное желание женских ролей? Ведь что такое женщина или мужчина? Это ничего, это пустота, это бог. Поэтому, если дух идентифицируется с какой-то женской ролью, например, сидит женщина и говорит «я мать, я хозяйка», то, значит, нам нужно спрашивать, что хочет именно этот вариант хозяйки. Или это именно вариант матери, который... Нет, подождите, ну а как же вот вы говорите, я отращу крылья вам за один сеанс. Отрастите мне крылья, пожалуйста. Вот я тоже хочу выпорхнуть из этой студии сейчас. А это кто сказал? А это кто сказал? Мое «я» на испанском, на английском, на китайском. Какое «я»? Какое из ваших «я»? Разберитесь, пожалуйста, какое из моих «я»? Я могу задавать вопросы. Скажите, я хочу, чтобы у меня появились крылья. Я могу задавать вопросы. Давайте. Какое «я» сказала? Кто вы? Уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Что значит «какое из «я»?» Я Евгения Даровская, ведущая программы «Наше время», которая сейчас беседует с полимодальным психологом Сергеем Логиновым. А если сжечь паспорт? Возможно, но от этого вырастут крылья. Стоп. Если сжечь паспорт, то какое «я» говорит мне? Вот паспорта нету. Уже этому «я» неоткуда узнать, что она Даровская Евгения. Тогда кто спрашивает? Это очень сложно ответить на вопрос «какое из «я», тем более, если одно из них говорит на испанском». Да. Я копаю-копаю, снимаю оболочки личности, снимаю оболочки, снимаю-снимаю, и человек действительно обнаружит, что он в какой-то момент, он не женщина, он не его переживания, он не его мысли. Так вот, клиенты, хотел сказать, пациенты, чуть не оговорилось, осознают, что они не женщина, мужчина, не мужчина. Часто такое бывает? В половине случаев человек идет туда, откровенно и ясно, идет туда, где он понимает, что он дух. Например, какая может быть миссия человека? Миссия – это то, что формулируется очень абстрактно. Нельзя сказать, что человек родился, чтобы подать солонку в поезде в таком-то году, как в одном анекдоте. Нет, миссия, она очень абстрактна. Например, вызывать сочувствие или дарить любовь. Мои практики, постоянные с людьми, показывают, что огромное количество людей хочет дарить свет, помогать людям. Много клиентов? Нет, среднее количество. Ну, на путешествия хватает. Ну, вот на путешествия хватает. А все остальное можно всем, да? Боги-то все видят, боги-то разберутся лучше. Поэтому, конечно… Простите, а волшебник-то вы почему? Почему вы говорите, что вы волшебник? Ну, например, если человек сидит без денег, беседует со мной полчаса, наутро устраивается на работу, у него появляются деньги. Как? Как? Вот как? Почему? Он же не мог несколько месяцев устроиться на работу. Это бицепс, это у меня отработано. Когда я был молодым, мне был 21 год, я начал издавать газету. Я назвал ее «Есть работа». Газета объявлений о вакансиях. В Москве опускалась. И за 16 лет издания газеты я выпустил тираж 30 миллионов экземпляров. Я думаю, что помог найти работу миллиону человек. Может быть, больше. Так читая эту газету, человек все-таки нашел работу? Теперь я понимаю, почему у меня так получается. После короткого разговора со мной люди мгновенно находят работу или меняют работу, или улучшают работу. Потому что у меня там уже какая-то база. Ну, намолено то, что говорят. Намоленное место. А вам не кажется, что это все очень так вот косвенно, что вы так подумали? Поэтому на самом деле это правда очень сомнительно. Все сомнительно. Поэтому вы лучше верьте, чем не верьте, чем сомневаетесь. Спасибо вам большое за позитивную беседу и за волшебство. Увы, не случилось, я не увидела, но спасибо за время. Да, хочу поздравить с 8 марта. Поздравляю вас и всех женщин Барнаула и всех женщин нашей страны с 8 марта. Пусть у всех откроется сердце для любви. Пусть богиня Лакшми пошлет самые лучшие свои вибрации и насытит жизнь каждой женщины плодородием, цветением и добрыми эмоциями. Спасибо вам большое. Мы сегодня беседовали с Сергеем Логиновым, полимодальным психологом, который к нам приехал из Москвы творить волшебство. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин